Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, прибывший в Екатеринбург для работы в рамках Иннопрома-2018, осмотрел экспозицию международной промышленной выставки. Участие в обходе площадки МВЦ Екатеринбург-Экспо приняли также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Вице-премьер российского правительства подробно ознакомился с экспозициями, представленными на стендах Госкорпорации Росатом и Ростехнологии, Русской медной компании, ЧТПЗ, Российского экспортного центра, а также с национальной экспозицией Республики Корея, объединенным стендом аддитивных технологий, стендом Минпромторга России и экспозициями ряды российских регионов, в числе которых стенд Свердловской области. Здесь представлены сразу две темы, имеющие ключевое значение для Среднего Урала – концепцию создания умного региона и российская заявка на право проведения в Екатеринбурге, всемирной выставке Экспо-2025. Вице-премьеру презентованы инновационные проекты, предлагающие решения по внедрению смарт-технологий в образование, медицину, транспорт и благоустройство городского пространства. Вы, наверное, все увидели, она впечатляет, особенно достижения наших отечественных промышленников, отечественного промышленного бизнеса, который демонстрирует очень высокий потенциал, пока можно только об этом говорить, хотя есть уже и очень много реальных практических достижений. Я абсолютно уверен, что если мы будем проводить правильную государственную политику, поддержку промышленности, сегодня есть достаточно много инструментов, это точно только потребность, там, так сказать, такой государственной поддержки, финансирование и предоставление соответствующих референций. Сегодня можно с уверенностью говорить, что наша промышленность способна конкурировать с самыми лучшими мировыми достижениями. На стендах «Росатом» и «Ростеха» ему представили в числе прочих экспонатов новейшие разработки, имеющие принципиальное значение для развития цифровой экономики, цифровой трансформации городской среды, здравоохранения и энергетики. Российский экспортный центр представил на Инопроме продукцию, которая по праву считается сегодня визитной карточкой Российской Федерации. Автомобили УАЗ и УАЗ-Профи с гибридным двигателем – первое российское программное обеспечение для коллективной работы с цифровыми двойниками изделий в любых системах виртуальной реальности. VR-концепты и другие экспонаты. Среди экспонатов и инсталляций, представленных на стенде Минпронторга РФ, зона цикла отечественной металлообработки. Здесь демонстрируются возможности по внедрению элементов цифровизации на различных этапах подготовки, обработки и систематизации изделий отечественных компаний. На объединенном стенде аддитивных технологий, который также был презентован Дмитрию Козаку, можно познакомиться со сложными лазерными комплексами промышленного назначения отечественного производства, не уступающими по свойствам зарубежным аналогам. Новейшие разработки для развития цифровой экономики, цифровой трансформации городской среды, здравоохранения, энергетики, решения по внедрению смарт-технологий в образование, медицину, транспорт и благоустройство городского пространства. В свою очередь также привлекли внимание телерадиокомпании «Альтехсмедиа» – информационного партнера Всероссийского конгресса промышленной экологии регионов, которым в рамках «Инопром-2018» были организованы два межконгрессных мероприятия экологического направления. Ведь «Инопром» уже девятый год подряд становится центром притяжения ведущих экспертов и инновационных идей. Только здесь, благодаря ведущим отечественным и зарубежным компаниям, можно найти ответы на многие вопросы развития любой отрасли.